Политики, войны и годы, мир делят по разным законам. На дальних и близких, своих и чужих, границы краят и кордоны. Но совесть границ не имеет, и мир потому выживает. Хотим сделать международный проект, который не только привлечет внимание украинских семей. Чужих детей не бывает. Нужно делать добрые дела, и тогда ты получаешь от этого удовольствия, ты чувствуешь себя нужным за свой Бог. Кому-то что-то дает, этим надо делиться радостью, счастьем, материальными благами. Чужих детей не бывает. Через детей мы формируем будущее страны, будущее мира, будущее каждой семьи, еще будущее нашей цивилизации. Чужих детей не бывает. Идей почти из... Ребенок вне дома – это несчастье. А как вы знаете, главное для человека, то, во что он верит. Мы точно знаем тех, кто будет участвовать, на что пойдут деньги. И я считаю, что это делает общество добрее. Для нас неважно, какую сумму мы соберем сегодня на Гусевоне, бюджет фильма, скажем так, он достаточно большой и исчисляется в несколько миллионов долларов. Ну и в главной роли, конечно же, должна быть Настя Петрик, которая считает, что она из талантливейших украинок. Причем для дедушек и бабушек, для мам и пап, для детей. Это фильм для всех категорий. Съемки будут две недели в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, неделя в Украине. За три недели вырвать голливудских взводств мировой величины будет крайне сложно. Но мы поставили задачи перед нашими партнерами, и они их по силам. И я думаю, что в середине декабря мы уже объявим, кто согласился. Каждый из нас сюда пришел с чувством большого теплого сердца отдать частицу любви и поддержки. Поэт Сергей Михалков в свое время, детский поэт, кстати, в свое время сказал такую фразу, вот одна из его крылатых фраз. Сегодня дети, завтра народ. И мне кажется, что это имеет прямое и непосредственное отношение к тому, что мы собираемся сделать. Чужих детей не бывает, чтобы детям земли жизнь без страха и слез, И сердца для любви обрываем. Слава Богу, что есть люди, которые находят силы и возможность инициировать подобные мероприятия. Есть люди, для которых небезразличено добро, благородство и благотворительность. Дым и цепи со временем тают, но ради грядущего детства людей, что еще подрастают, Стань рядом на руку, услышь свое сердце чужих. Они все стремились нарисовать как можно лучше, как можно качественнее. И низкий поклон, и надеясь, что национальное усыновление в стране после выхода этого фильма увеличится в разы. В Украине, если на 46 миллионов, если каждый дает даже гривню, это уже 46 миллионов гривен, Из которых можно умножать по разным вариантам, и поменьше будет нуждающих детей. Когда человек делает что-то хорошее, именно помогает, и не имеет значения, он делает это ради себя или литература, в любом случае он дает большущий результат. Когда сказали, что автор еще три года, это мне немножко было самое главное, что три года уже ребенок может такие вещи писать. Мы не картины продавали, не произведения искусства, мы продавали помощь и благотворительность. Я поверил в то, что у нас в стране есть люди, которые по-настоящему хотят помогать, переживают. Люди, которые этим занимаются, вызывают у меня массу доверия, если можно так сказать. Сам я в этой жизни, без картин, я содержу три дома, вернее, помогаю трем домам для нормальных детей, а одному для умственно отсталых. У меня у самого много детей, чего и вам другое. И принцип должен быть главный в жизни – относиться к своим детям как к чужим, а к чужим как к своим. Это старая индийская мудрость, которая делает своих детей лучше и чужих. Чужих детей не бывает.